Всем привет! С вами Александр и это наш последний урок по бодипейнту и скульпингу в программе Cinema 4D. Итак, как выяснилось, все карты, которые мы с вами создали, карты текстур, это карта коллюзия окружения, карта смещения, карта нормалей, они будут адекватно работать только с той фигурой, которая у нас генерировалась во время запекания нашего скульпинга. Как вы помните, я ее удалял из сцены, но сохранил отдельным файлом и сейчас вернул ее на место. Итак, для удобства, сейчас у меня в сцене стоит уже две фигуры, давайте я отключу их по очереди. Вот фигура Финал, это та как раз фигура, которая у меня создалась при запекании карт скульпинга. Я извиняюсь еще раз, немножко будет все сумбурно, но попытайтесь понять. И вторая фигура, вот она, стоит та, на которой мы рисовали с вами внешнюю текстуру в бодипейнте. Теперь нам надо объединить все виды текстур на одной фигуре. Итак, давайте фигуру, заготовку, на которой мы рисовали в бодипейнте, отключим. Выберем фигуру Финал, сделаем ее видимой в редакторе программы. И вот зайдем сюда, в настройки материала. Как вы видите, здесь карта диффузии, нормали и смещения у нас уже стоят. Нам осталось добавить карту цвета. Нажимаем на цвет, обзор. И заходим в нашу основную папку, где у нас сохраняются все наши текстуры во время работы. Вот, выбираем материал цвет. Теперь идем в рельеф, то же самое, делаем обзор и выбираем материал рельефа. Открыть. И заходим во вкладку глянец. То же самое, и выбираем глянец. Отлично. Теперь, уже в этом редакторе материалов, в основном, вы можете также, регулируя те или иные настройки, изменять внешний вид своей фигуры. То есть, вот смотрите, я сейчас меняю какие-то настройки, и вот тут, в окне превью, вижу те или иные изменения. Что позволяет нам, в целом, еще более улучшить внешний вид нашей фигуры. Так, ну и давайте, наверное, попробуем сделать пробный рендер. Фигуру, заготовку мы полностью отключим, чтобы она у нас не была видна при рендере. Давайте добавим небо. Для этого, выбрав нужное нам небо, нажимаем правой кнопкой и нажимаем добавить. Так, все освещение у нас в основном выпадает на спину нашего крокодила. Давайте его развернем. Так, сделаю CTRL-Z, потому что глаза не зафиксировались. Вот, глаза подчиню нашему объекту и еще раз его разверну. Давайте, пусть он у нас будет стоять под углом 45 градусов. В настройках рендера сохранять я не буду. Здесь в эффектах укажем наличие глобального освещения. Так, сглаживание поставим максимальное. Ну, давайте все-таки сохраним, наверное. Так, сохранить как JPEG. Назовем картинку финал. Формат выберем JPEG, как я сказал. В настройках обязательно снимите галочку напротив освещения программы, потому что мы поставили небо. Ну и, пожалуй, на этом хватит. Чуть-чуть ракурс давайте подправим. Может, вот так вот. И запустим рендер. Итак, вот наш рендер закончился. И мы получили вот такого вот симпатичного рептилоида. Давайте закроем. Ну что ж, в принципе, на этом все. Теперь вы можете вот общую заготовку с тегом скульпинг удалять. Производить риггинг финальной фигуры и делать ее анимацию. Но это уже совсем другая тема и для другого цикла уроков. В заключении скажу, что в основу данных видеоуроков легли уроки от Digital Tutors по BodyPaint 3D Tutorials Creature Creation in Cinema 4D. Перевел их для вас Александр. Мой почтовый ящик у вас перед глазами. Пишите, задавайте вопросы. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. С удовольствием пообщаюсь с вами. Всем удачи!